всем привет и всех с наступившими сегодня хочу поговорить о главном забиле страны который в отличие от нас простых украинцев отдохнувших на новогодние праздники потратил все свое свободное время все все свои новогодние дни и вечера пахоте во благо но не во благо украины а во благо своего пахана игоря коломойского и во благо своей зеленой тупой о пг которые оккупировали украину ради собственной наживы и так зачем же зеленский летел в оман в страну которая находится под санкции евросоюза и страну с которой у украины нет никаких дипломатических отношений и так самолет медведчука забрал зеленского из омана где он якобы был с каким-то официальным визитом хотя это нереально интересно то что в оман зеленский улетел на самолете коломойского а возвращался на самолете медведчука который конкретно за ним прилетел в оман все это говорит о том что и к ну коломойский и медведчук договорились о перемирии между собой ради дерибана украины что касается данного самолета то на данный момент этот самолет уже приземлился в москве в аэропорту внуково что касается поездки в оман то по нашим данным визит был посвящен получению роялти а проще говоря получению отката в связи с транзитного договора между нефтегазом и газпромом путин зеленским договорились о перечислении роялти за каждую тысячу кубу прокачанного газа и за отказ от претензий к россии а это чтобы вы понимали миллионы долларов для зеленского его команды ермака богдана миндича и других по проложенной схеме путин предложил перечислять деньги именно в оман именно на анонимные счета в черном офшоре омана который находится под санкциями евросоюза именно поэтому зеленский прилетел в страну на аравийском полуострове с которой как я уже говорил украины нет никаких дипломатических отношений а заказ визы осуществлялся через московского украинского консула показательно что оман не сотрудничает с мировым сообществом по выявлению криминальных или коррупционных денег на своих счетах в банках страны цель визита зеленского это открытие счета в омане на который путин будет для него перечислять откат тут также хочу обратить внимание что в комплекте с сша оман поддержал иран тем не менее зеленский туда летит это по сути является плевком в сторону главного стратегического партнера украины соединенных штатов америки в принципе это неудивительно ведь сша требует реформ требует реальную боротьбу с коррупцией выдачу бизнес-партнера зеленского коломойского а путин предлагает грязные деньги причем много грязных денег за команде лично зеленскому за сдачу интересов украины таким образом становится очевидным что зеленский полностью на крючке у путина и полностью у него под контролем как мы видим идет целенаправленная сдача интересов украины новой властью понятно что все эти телодвижения медведчука на саппорте неспроста связи и бизнес нынешнего президента тесно переплетенные с людьми медведчука и россии к примеру зеленский имеет совместный бизнес человека медведчука и агентом российских спецслужб андреем пальчевским которого сейчас медведчук активно продвигает в украине об этом кадре я уже говорил и буду еще наверное много говорить и рассказывать в следующих своих роликах как известно пальчевский выступал на российском пропагандистском канале россия один в шоу 60 минут а в москву он также летал на самолете медведчука на российском тв пальчевский активно пиарил своего бизнес-партнера зеленского рассказывал про скорейшее воссоединение россии и украины и также приглашал российских пропагандистов украину кстати по удивительному совпадению вскоре на нормандском саммите зеленский также озвучил тот же месседж и также пригласил российских пропагандонов в нашу страну пальчевский сейчас активно пиарится на каналах медведчука 112 и не зван грушника активно продвигают в мэра киева как мы помним именно к российскому бизнесмену пальчевскому обратился зеленский когда ему нужны были правильные результаты анализов перед выборами после чего последовал ряд скандалов и подозрений фальсификациях как я уже говорил ранее о клинике евролаб пальчевского это всего лишь инструмент россии в гибридной войне с украиной который осуществляет можно так сказать медицинскую вербовку россиянин пальчевский получил от россии финансы для создания клиники и интеграцию в политику суть в том что сервер клиники евролаб находится в москве и все медицинские карточки пациентов контролируются российскими спецслужбами используются для шантажа и вербовки пациентов например как я уже говорил анализы могут показать наличие тяжелых наркотиков героина кокаина в крови различных болезней вири венерических рак альцгеймера и лучший инструмент шантажа это спид днк гомосексуализм шизофрения дебилизм и другие отклонения обнародование которых способны сбить и уничтожить любого политика или бизнесмена также активно используются данные об отклонениях членов семьи и детей именно эти инструменты российские спецслужбы через данные медицинского сервера евролаб широкомасштабно используют в гибридной войне вербовки украинских политиков многие именно с этим увязывают тот испуг зеленского сдавать анализы в других клиниках также есть уверенность и сотрудника в сбу что данные о медицинских отклонениях состояние президента держит его на крючке вербовки российских спецслужб и от угрозы разбой разоблачить реальные анализы и наклонности зеленского президент полностью выполняет волю москвы возвращаясь коломойскому и медведчуку уже точно понятно что эти два антиукраинские настроенные олигарха объединились ради дерибана украины а заодно издачи на наших национальных интересов в развороте украины направлении путина и русского мира президент украины зеленский полностью зависим от путина его денег а в самой украине полным ходом орудуют агенты спецслужб россии в принципе такие же как и пальчевский о котором я сегодня вспоминал и и и Продолжение следует...